Всем привет! Мы рады приветствовать вас на первом выпуске программы I Love Узбекистан. Здесь мы будем рассказывать и показывать, как живется иностранцам на территории Узбекистана. Вместе с вами узнавать, чем привлекает их наша страна, что им нравится, ну и не очень. Да, кто-то может быть в восторге, а кто-то вовсе недоволен. Поэтому вы должны быть готовы ко всему. А еще мы будем понемногу узнавать, с какими трудностями сталкиваются туристы и как живется экспатом в Ташкенте. Стой, так наш друг Джон, он же тоже экспат. Точно, он является гражданином Кореи и проживает в нашей стране уже более года. Кстати, позже он к нам присоединится. Может быть мы и о нем потом сделаем выпуск. А сейчас мы начнем знакомство с нашим первым героем. Это Абдул Рахман Савалха, фотограф из Иордании. Впервые он приехал в Ташкент в 2018 году. Ему так тут понравилось, что через год он переехал сюда и даже женился. Ну то есть постоянно он уже живет здесь два года. Да, немаленький срок. В Узбекистане можно часто увидеть туристов и иностранцев. На улицах города, на рабочих местах и вообще везде, куда ни глянь. Думаю, это неспроста. Ведь зачем-то же все-таки они приезжают сюда. Вот так прям как наш герой. На сегодняшний день я в Ташкенте фотографирую. Участвую в нескольких выставках. Кстати, в мае должна состояться моя 17-я выставка. Также я даю мастер-классы в сфере фотографирования. Вот чем я занимаюсь в Ташкенте. Очень часто люди не знают, чего ждать от восточных стран. Интересно, что представления о нашей стране у всех совершенно разные. Но в итоге туристы отзываются чаще всего примерно так. К сожалению, несмотря на вашу богатую историю, я ничего не знал об Узбекистане. Но когда я прибыл сюда впервые, это, кстати, было в июне 2018 года, я влюбился в город и в людей, и в размеренную жизнь. Затем я вернулся сюда, и уже окончательно в январе 2019 года я решил оставить жизнь в Дубае и переехать в Ташкент. Мне нравятся здешние люди. Погода, гостеприимство и тепло людей. Все это чувствуется, даже если они не знают мой язык. Они же стараются от всей души приветствовать меня и продемонстрировать мне свое гостеприимство. Сегодня очень теплая погода, а это идеальный вариант для работы фотографа. Четкие фотографии, правильный свет с нужными преломлениями – мечта. А еще много интересных лиц и дети, которых очень любит фотографировать наш герой. И это все можно найти в одном месте. Да-да, вы правильно заметили – в экопарке. Я бываю здесь каждые 2-3 дня. Особенно сейчас, ведь эти дни погода просто потрясающая. Можно сделать красивые фотографии. Природа – это именно то, ради чего я переехал в Ташкент. Ландшафт, деревья, архитектура – я в восторге от всего этого. Архитектура и градостроительство не мешают деревьям и зеленой зоне. Я влюблен в этот прекрасный город. Думаю, это любовь с первого взгляда. Мне нравится гулять по экопарку, ботаническому саду и бродвею. Также мне по душе все театры Ташкента. А что, кроме природы, вам нравится больше всего фотографировать? Мне нравится фотографировать людей. Я люблю ловить кадры людей, когда они в процессе работы или какого-либо действия. Кстати, я в Ташкенте был на выставке на Всемирный день женщин и выставил свои 11 фотографий женщин разных профессий. Это было своего рода хороший опыт. Что вы намерены сегодня здесь снимать? Сегодня я фотографирую озеро. Свет падает потрясающе и погода очень подходящая. Так что я могу увидеть отражение природы на поверхности озера. Я хотел бы снять детей в процессе игры. То, как они проводят время, не зная о том, что их снимают. В таком случае получаются живые и красивые кадры. Погода просто прекрасная. Ветрено, но тепло. И это, несомненно, положительно отразится на фотографиях. Сегодня выходной день, так что многие дети вышли на прогулку. Можно сделать отличные кадры. Посмотрим, что это изготово выйдет. Солнечная погода – верный спутник хорошего фотографа. Хотя для хорошего фотографа нет плохой погоды. Однако в солнечную погоду больше народа на улицах города, в парках и других местах отдыха, что подушит тем, кто фокусируется на кадрах людей. А это ведь и про Абдул-Рахмана. Хоть я и родился в Иордании, я прожил в Дубае больше 14 лет. Вот там действительно солнечно целый год. Хорошо, что у нас есть оборудование и фильтры, и мы можем избегать всех проблем с неудачными кадрами. На самом деле солнце никак не мешает. Я бы даже сказал, что при солнце получаются очень хорошие кадры. Восточный менталитет и врожденное дружелюбие – краткая характеристика нашего народа. Много интересного и необычного для туристов может произойти. Невероятно, но наши люди всегда готовы помогать другим. Будь что иностранец или местный житель – в этом вся суть нашего отношения друг к другу. Первое, что меня впечатлило по приезде в Ташкент, так это люди. Они очень гостеприимные, простые. И будучи арабом, могу сказать, что у нас много схожего в культуре и в традициях. Я совсем не чувствую себя здесь чужим. Также моя жена является узбечкой, и это делает мою жизнь гораздо легче, так как я не говорю ни по-русски, ни по-узбекски. Хочу рассказать одну историю о гостеприимстве местных людей. Однажды один из моих племянников приехал навестить меня, и мы гуляли по Бродвею. Люди все время смотрели на него и улыбались. И поначалу я думал, это нормально, ибо, наверное, люди его приветствуют и поэтому улыбаются. А затем на следующий день с ним мы начали фотографироваться, и это казалось мне очень странным. Но на третий день одна из официанток начала говорить с нами на русском. И когда она узнала, что мы не говорим по-русски, немного удивилась. Потом она показала фото одного популярного российского исполнителя, который похож на моего племянника один в один. Это действительно было забавно. В целом люди гостеприимны и стараются всегда помочь мне. Вот что я люблю в людях Узбекистана. Абдул Рахман Савалха поделился с нами своими работами, и мы узнали, что он восхищается древними памятниками архитектуры. Для него важны исторические ценности больше, нежели современные здания и многоэтажки. Абдул Рахман Савалха поделился с нами своими работниками архитектуры. Я успел побывать только в Самарканде. Это было в прошлом году и попало как раз на начало пандемии в Узбекистане. Поэтому не было возможности посетить другие города. Самарканд – это древний культурный город, имеющий большое количество достопримечательностей, в отличие от Ташкента. А Ташкент более современный и по территории гораздо больше. Я стараюсь найти что-то историческое в Ташкенте, но мне это очень редко удается. Я заметил, что в Ташкенте с каждым годом становится все меньше зеленых зон и исторических мест. И это, конечно, очень грустно. То есть вам больше нравится Самарканд? Да, более исторический. Можно увидеть очень древние мечети. И это правда невероятно и потрясающе. Несмотря на то, что я живу уже здесь два года, как иностранец хочу сказать, что я приехал из Дубая не для того, чтобы здесь увидеть высотные здания, а чтобы познать человеческую историю. Так что разрушение подобных исторических единиц для того, чтобы построить новые здания, я считаю это нецелесообразно. Также я наслышан в Бухарии и Хиве, и в ближайшем будущем планирую посетить эти города, чтобы сделать там неповторимые по своей атмосфере фотографии. У меня есть потрясающие фото исторических мест Самарканда, но я надеюсь, что сделаю еще больше красивых фотографий в Бухарии и в Хиве. Субтитры создавал DimaTorzok Здесь ощущается культура, традиции и обычаи узбекского народа. Я очень люблю быть частью этого. Присаживайтесь. Присаживайтесь. А кстати, где вы живете здесь, в Ташкенте? Я решил жить в Махале в старом городе. Мне нравится жить в старой части города. Древние здания – это просто невероятно. Я ощущаю историю вашего народа, живя там. Считаю, что эти сооружения поистине уникальны и завораживающи. Ну а давайте сейчас посмотрим фестиваль. Думаю, там интересуются. И я думаю, что это одна из лучших идей. И чем он вам нравится? Да, мне очень нравится. Это отличный способ сохранить наследие народа и традиции. И я думаю, что это одна из лучших идей, которую можно воплотить в Ташкенте. Нужно сохранять традиции, чтобы передавать их следующему поколению и другим народам. Это отличная идея. Я бывал на многих выставках такого рода, так как я люблю искусство узбекских мастеров. Мне нравятся эти тарелки с узорами и разнообразием цветов. Я очень рад, что в вашей стране есть такое богатое наследие. Узбекистанцы считаются очень дружелюбным и отзывчивым народом. Случалось ли вам просить помощи в нахождении какого-либо места? И как реагировали на это люди? Да, люди действительно здесь очень дружелюбные. Несмотря на то, что я не говорю ни по-русски, ни по-узбекски. Мне помогают при любой возможности. Я просто говорю название места, и люди мне все показывают и помогают как могут. Иногда даже меня провожают до нужного места. Даже было и такое, что два-три раза человек, который попросил о помощи, проводил меня до нужной мне локации. Мы часто слышим о доброжелательности нашего народа. Гостеприимство Узбекистана у нас в крови, на генном уровне. А гость – самый желанный человек, которого хочется угостить, помочь и показать правильную дорогу. А давайте узнаем, так ли что на самом деле. Здравствуйте, дорогие телезрители. Сегодня специально для вас мы будем проводить социальный эксперимент. В ходе этого эксперимента мы будем выдавать себя за туристов, потерявшихся в городе, для того, чтобы узнать реакцию наших граждан на гостей в столице. Чем дальше страна от нас, тем будет интереснее узнать реакции и мнения наших граждан. Ну что, поехали? Здравствуйте, я прошу прощения. Здравствуйте, я прошу прощения. Я честно, Топчан не знаю. Ладно, спасибо большое. То ли Топчан, то ли Топчан называется. Я просто приехала вчера, заселилась туда, вышла, хотела найти магазин. Теперь не могу обратно пройти. Вам где надо? Хостель Топчан. Хостель Топчан? Отель Топчан. Отель, да? Нет, нет, хостель. Хостель Топчан, я не знаю, где здесь. Не Саэтат называется гостиница? Топчан, по-моему, назывался. Добрый день, я хотел спросить, здесь немного потерялись мы, а где вы находитесь? Давай, на этот номер да написать? Все, хорошо, я сейчас вам напишу. Хостель Топчан. Название точно Топчан, да? Хостель Топчан. Отель Топчан. Можешь кому-то позвонить? Я не знаю. Номер телефона не знаете? Номер? Да. Но. Здравствуйте. Пожалуйста, найдите мне номер отеля или мотеля Топчана. Хотя бы просто ориентир, где находится. Да, да, вот сейчас все, моя милая. Без проблем. Еще у нас была определенная группа туристическая, мы должны были поехать по городу. Я вышла и теперь, получается, отбилась от них. Ничего. Сейчас найдем. Ясмин? Ясмин, да. Я тоже не знаю, давайте набегать, давай посмотрим. А мне тяжело будет? Нет, конечно. Вы одна? Да, у нас была туристическая группа. Получается, я обещала подойти раньше, и получается, пока запотерялась, еще сейчас хожу. Вам надо идти туда. С ту сторону нужно? Подождите, подождите, подождите. Правильно, вам надо будет идти туда. Прямо. Быстрее, 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 времени нет, быстрее. Яндексик посмотри. Как можно пройти, да? Заблодился. Как можно пройти, не знаешь, да? Да, да. Такси нужен какой? Нужен, да, такси? Такси? Да. Точно там туда едет, отвезет тебя. Я думаю, не далеко, не далеко. Кария? 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 Здравствуйте, я 한국 человек. Здравствуйте, здравствуйте. Он знает все, что, карьески. Только такси. О, такси. Да. Да. Ты пишешь это какой? Постепет. Нет, нет, ты сам. Ты сам пишешь это какой, я сразу понимаю. Карись, как лимона, манна. Карись, как лимона, манна. Карись, чаны, манна. Я не знаю, что ли? Я не знаю, что ли? Да, опять. Что это? Моя имя? Моя имя? Моя имя Унчан. Унчан? Сейчас он локацию скинет, я ему телеграмм попью. Спасибо, не нужно. Это был социальный эксперимент. Спасибо вам огромное за готовность помочь. Это был наш социальный эксперимент, это наша команда. И мы проводим социальный эксперимент, как люди реагируют на туристов. Спасибо вам огромное, что есть такие люди, как вы, готовы помочь. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Сейчас это была съемка. Мы просто экспериментировали и спрашивали. Так нечестно вообще. Огромное спасибо. Вы очень получили. Да не нужно. Правда, мы сейчас будем заобщать. Я пойду, что другись и мы встретим. Спасибо большое. Да не, за что. Спасибо. Я на самом деле иностранец. Просто здесь учусь. Спасибо большое. От души спасибо вам. Вам спасибо. Огромное спасибо. Давай. Отлетим. Спасибо вам огромное. Это была съемка. Мы экспериментируем. Извините. Спасибо большое. Ну, реально есть в Топшанхостел где-то здесь тоже. Мы спрашивали на реакцию. Спасибо большое. Ну вот, наш социальный эксперимент подошел к концу. И думаю, что многие из вас сделали определенные выводы о том, как наши граждане реагируют на туристов. В большинстве случаев люди были приветливые, отвечали с энтузиазмом на вопросы, показывали дорогу и были очень дружелюбны. Некоторые же люди предпочитали отказать нам в помощи по определенным причинам. В целом, эксперимент удался. Будьте с нами и ждите новых выпусков. Что изменилось в вашей жизни за два года проживания в Узбекистане? Первое, что бы я хотел бы сказать, что я набрал здесь в весе почти 40 килограмм. Замечу, еда здесь очень вкусная. Я люблю вашу кухню, в том числе самсу, нарын, плов и многие другие узбекские блюда. Все творческие люди организуют выставки и показы своих работ. Также и Абдул-Рахман Савалха принимал участие и становился организатором таких мероприятий. Я организовал около 17 выставок по всему миру. Мои фотографии выставлялись в таких городах, как Лондон, Мадрид, Рим, а также в городах Чехии и Турции. Хочу отметить, что в 2002 году мое имя было зарегистрировано в списке ЮНЕСКО как «Человек мира». А в прошлом месяце у нас была организована выставка в честь Дня женщин. Я очень надеюсь, что в скором времени смогу организовать первую персональную выставку в вашей стране. Если считать, это будет моя уже 18-я выставка. Мои работы можно будет посмотреть в основном на моей странице в Инстаграме или в Фейсбуке. Их там более 500. Мои фотографии вы можете найти в Инстаграме и в моих фейсбуках. Но это больше... Жизнь иностранцев в Узбекистане различна, но здесь каждый найдет что-то свое. И мы очень горды, что каждый турист, прилетающий в Узбекистан, чувствует себя в безопасности, ощущает комфорт и уют. А мы, в свою очередь, будем продолжать рассказывать и показывать вам жизнь туристов в нашем неповторимом Узбекистане. Субтитры создавал D Christmas Продолжение следует...